15 том книги открытым оком вопрос номер 2978 тема община а если кто-то не может или не хочет рассказать как оказался в общине то что ему будет отвечает игнатий тихонович лапкин в покое долго не оставляем но напоминаем ему побуждаем к свидетельству ибо этот опыт может пригодиться другому действительно есть такие молчуны готовые монахи в них старообрядческий дух ретунности засел но и их раскачиваем и они немного скажут кавычки открываются в общину я была принята в 1997 году крестилась 13 июля 1996 году в августе месяце умирает моя свекровь и проститься со свекровью зашла ее соседка по квартире лидия павловна тарасова с которой я была знакома давно и тут мы с ней разговорились лидия павловна рассказала мне что в июле она крестилась в потеряевке я ей рассказала что в 1902 году я крестилась в покровском соборе крещение состояла в мочении лба и мазание елеем колен и рук все это делалось в спешке и за деньги народу было много и батюшка спешил крестить следующую партию в спешке было сказано что потом придете и исповедуетесь и причаститесь я тогда даже не знала что это такое литература никакой не было да я и не знала что читать и с чего начинать уж очень мне хотелось быть крещеной в общем тыкались как слепые котята никому не нужны а спросить не у кого родители мои были крещеные в младенчестве но я верила что бог что-то есть лидия павловна пригласила меня на занятия в алтайском алтайский политехнический институт который я окончила в 1967 году по изучению библии и я сразу согласилась так как алтайский политехнический институт был мне родной институт и лидия павловна сказала такую фразу обо мне что ты почти наша и вот с октября 1906 года по сей день я с огромным интересом посещая занятия по изучению библии сначала я ничего не понимала о чем говорит наш проповедник игнатий тихонович и библию читала и тоже ничего не понимала как будто читала книгу на русском языке но слова были иностранны но постепенно игнатий тихонович вдалбливал в нас своими примерами жизни и жизни других истину святого писания и теперь когда я читаю библию то ее уже слова не кажутся иностранными хотя еще надо учиться 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 я благодарю бога за то что он привел меня именно на занятия в алтайский политехнический институт по изучению библии и к проповеднику игнатию тихоновичу и что я стала членом крестозвиженской общины кудрявцева галина николаевна александрова телефон 36 62 98 кавычки открыты в то время когда свободно можно было ходить в церковь мне хотелось ходить в церковь но не знала как и что делать правильно а хотелось на поучиться и по радио передавали об изучении библии но в это время была информация всяких сектах и в частности о секте белое братство их жестокости что они организовали где-то в степи лагерь и нах и нехорошие дела делают и вскоре в газете была опубликована статья что где-то в степи у нас в крае тоже строят деревню на жаре все вместе со взрослыми ходятся дети на пекле при плохом питании даже негде укрыться от жары строят а людей мало и они на вокзале вылавливают пьяных и везут на стройку и в эту самую степь едет на крещение сестра александра и хотя она рассказывала как было здорово мне не верилось все равно думала какая-нибудь секта долго уговаривала прийти на занятия по изучению библии но я все равно боялась а когда пришла на лекцию была страшно уставшая сидела и дремала тогда игнатий тихонович сказал что кому не интересно можете не ходить потом через несколько колебаний опять пришла и мне понравилось вот так и осталось кравченко валентина ивановна тихонова телефон 31 20 905 евангелие от луки 15 глава 30 стих когда этот сын твой расточивший имение свое с будницами пришел ты заколол для него откормленного теленка второе послание коринфянам 4 глава 6 стих потому что бог повелевший из тьмы воссиять свету озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы божией в лице иисуса христа кавычки открываются 17 ноября 1995 года в 6 часов вечера я впервые пришла в политехнический институт аудиторию 412 на занятия по изучению священного писания и за первые четыре года я не пропустила ни одного занятия перед великим постом 1996 года я была принята в оглашенное а 7 июля 1996 приняла крещение в поселке потеряевка так я стала членом крестоводвиженской общины и с тех пор я молюсь радуюсь и печалюсь с моими братьями и сестрами по духу люблю отцов моих духовных люблю свой храм и мне здесь спокойно и надежно я не хочу объединяться с московской патриархии не люблю ходить в них и к ним в храм когда же у нас появился свой храм я бываю в храмах только тогда когда мне скажут что надо туда прийти прости меня господи объединение от меня не зависит я знаю только одно что я буду там где будут отцы мои духовные 20 января 2006 года тарасова лидия павловна пантелеева телефон 5138 52 руфь 116 но руфь сказала не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя но куда ты пойдешь туда я пойду и где ты жить будешь там и я буду жить народ твой будет моим народом и твой бог моим богом первое послание петра 3 глава 8 стих наконец будьте все единомысленны страста сострадательны братолюбивы и милосерды дружелюбны и смиренно мудры книга премудрости соломона 18 глава 9 стих святые дети добрых тайно совершали жертвоприношения и единомысленно постановили божественным законом чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях когда отцы уже воспевали хвалы мучения святых почти невероятны их режут жгут терзают по кускам а кожа на спине лохмотьями и тряпки они же врагам вещают про христа пытаюсь мысленно туда перенестись удобно опрокинуть у зубного в кресле опрокинут у зубного в кресле там ни во что поставлена вся жизнь и долопоклонник царь готов от злобы треснуть им рвали зубы в клочья животы глаза выдавливали задавивших глыбой их подвигу до ныне не дано остыть там смерть встречали радостно с улыбкой анестезии нет не применить наркоз для обезболивания дух святой объемлет их врач как у меня с сочувствием христос сраженную преображает землю святые мученики честь вам и хвала кровь ваша падала подобно семенам казалось выжжены все общины дотла но торжествует истина и попран был обман мне больно морщится однако неудобно такая рядом женщина с иглой и и строжусь на себя готовый топнуть зуб сохранить не выбросить долой хранитель ангел где-то рядом здесь так президента никогда не охраняют хотя от боли сморщился я весь а он быть может нынче вместо няни я стоматолога так много передумал молился мысленно глотая желчь лекарства боюсь загонят самомнение в угол на милость бар бар машины в изнеможение сдался а как же им одним на эшафоте слезами перед вами рот разинул врач смотрит в рот пескарь пред кошелотом слюну отсасывая рот затянут рот затянул резиной 9 февраля 2006 года игнатий лапкин